Илита Арксплюй Продакшн представляет. В итоге, эту сраную игру нашел через недавние игры. Короче, я сделал отбор, там нашел по никнеймам и зашел. Короче говоря, это полный бред. Ну ладно, самое главное, я уже думал, опять не выйдет. Короче, много-много технических проблем с этими идиотскими турнирами. Просто забейте. Ну ладно. Наконец-то играют довольно хорошие команды, довольно популярные. Это Траст и КСВ. Очень популярные команды. Не самые опытные, не самые крутые, но популярные. Траст играет постоянно. КСВ тоже. Скажу так, что они встречались, по-моему, 3-4 раза. И Траст выигрывали все эти разы. И, скорее всего, сейчас они тоже выиграют. Траст, Траст, Траст. Давайте быстренько пробежимся по пику и по бану. КСВ так, они забанили Антимага, Квапу, Феникса и Шторма. Пикнули Виверн, Лешрак, Леона. Потом у нас Траст за баннери Чена, Андайинга, Абадона и Фантом Лансера. Правильно, потом Лансера. И пикнули они Шейкера, Дроп Рейнджер и Левс. Все, наконец-то мы начали. Я доволен. Ничего не сорвалось. Так они еще не могли сразу, короче, загрузиться. Тоже стандартная ситуация. Начинается турнир и тот один не грузится. И тысячу раз они делают РМК и заново начинают. Вот мы видим, что опять КСВ пикают Лешрак. Скорее всего, это будет Кэрри Лешрак. Тоже недавно начали пикать Виверн. Там какая-то игра была. Там вообще так жестко Виверн оттащила. Это просто забейте. Само собой, очень сильный герой, кстати, Виверн. Мне очень нравится. Даже как танк, она, в принципе, хороший герой. То есть она может идти там взамес наглеть, да? Все ее бьют, 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 бьют. Она кидает на себя Регенку. Хорошо. Стала камнем Регеница. Ее дальше бьют. Закончилась Регенка. Она на себя использует Витра. Пока она летает в Витрах, Регенка опять откадышилась. И она опять себя Регенит. Короче говоря, очень долго может выживать. Очень много может принимать на себя урона. Вот мы видим, что Траст пикают массовиков. Шейкер, великолепный герой. И жаус, 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 жаус. Ну что, ждем. Пикают КСВ сфшку, сфшку. Опять же, этот стрим он будет залить на YouTube. Я вчерашний залил после этих игр. Сейчас я сниму, да? Ну, а стримлю я открою видео залитое, залитое вчерашнее. И там я еще залил один баг с вардами. Как можно варды покупать без КД? Просто берешь и покупаешь, 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 покупаешь. А Траст пикают Вайпера. Вайпер. Ну, скорее всего, Вайпер, как обычно, пойдет в харду. Будет собирать себе Мекку. Стандарт. Сейчас посмотрим. И ждем бан от КСВ. Я еще раз говорю, эти команды, они довольно популярны. Я очень рад, что, наконец-то, мы их остримим. Очень рад. Посмотрим. Тоже пытается подняться. Траст пытается подняться. Мы видим, что ни у кого нету замен. То есть, команда играет в полном составе. Я очень рад. Все, ждем, короче, бан от КСВ. Опять, очень много технических проблем. Надо еще плагины ставить. Ну, это все в будущем. Напишите, кстати, в комментариях. Сейчас я пока читаю. Мне вам предложение. К вам предложение. Да, давайте сделаю я плагин для браузера. Вы будете его использовать. То есть, просто такой плагин. Где-нибудь там вверху будет стоять такая лампочка. Да, маленькая иконочка. И когда я начинаю стримить, она начинает гореть. Это очень удобно. Очень удобно. То есть, стали вы бы его использовать. И у нас КСВ банят, кстати, банят Висаджа. Так, сейчас подождите. Я записываю, как правильно дает ударение. Висадж. По-моему, Висадж, да? Банят Висаджа. Висадж. О, я забыл. Ну ладно, Висадж, короче. Забанили его, потому что тоже старая связка Висадж плюс Дроф Рейнджер. Такую связку часто пикает М5. Вот они забанили Висадж. Значит, напишем плагин. На этой неделе я, может, напишу. Хотя, фигу, знаю, может, я не успею. Но, в любом случае, у нас еще много времени до International. Будем просто все до идеала говорить. До идеала. И КСВ пикают Дарксира. Вот Дарксир, само собой, идет в харду. СФ идет в мид. И Трипла. Виверн, Лешарак и Леон. Изи Бризи. И у нас Траст банят Бестмастера. Вчера тоже был довольно интересный стрим. Но там играли такие, конечно, по сравнению с этими, ноунейм команды. Там играли Na'Vi KS. KZ. Na'Vi KZ. Казахстан Na'Vi. В первый раз я увидел подразделение Казахстана. От Na'Vi. И там, короче, играли против Сов. О, там такая игра была жесткая. Сначала побеждала одна команда, потом сами себе слили игру в говно. Это будет им уроком. И ждем пик от Траст. По идее, здесь может быть или две, или три игры. Формат Best of Three. Ха! Ладно, Best of Three. Free. One, two, three. Free. То есть, до двух побед, три игры максимум. Вот и пик или Кокверк. А, даже так. Интересно. То есть, Кокверк идет в харду. Вайпер, скорее всего, идет мид. Вайпер спокойно стоит мид против СП, даже не напрягаясь. И трипла. То есть, здесь будет саппорт. Там другого рейнджер будет мейнк реформить. И, скорее всего, даже, знаете, как может быть? Может быть, даже Шейкер будет роуминг. То есть, он будет ходить на мид и пытаться заблочить СП. Все, сегодня я поставил все как надо. Поставил чат в другой угол. Вчера, кстати, мне чат помешал читать никнеймы. О, это будет, конечно, проблематично читать мне никнеймы. Вот, я могу прочитать. 343 играет за Леона. Все, ништяк. Профит. Потом, Бумбелл играет за Шейкера. Лейклс играет за Дроф Рейнджер. За Зевса никто не играет. Это будет АФК-герой. Майпро играет за Вайпер. А там за Клокверка не видно. Ладно, давайте сейчас они возьмут героев и посмотрим. Вот. Еще раз. Бумбелл играет за Шейкера. Майпро играет за Вайпер. Что за никнейм-то такой? АБ. АБ. АБ играет за Клокверк. Потом, Джаб играет за Зевса. Лейклс играет за Дроф Рейнджер. Голдот. Голдот. Гудот. Голдот играет за Виверн. 343 за Леона. Так. Нет, здесь вроде похоже на мат, но это вроде не мат. Пхакью. 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 Играя за Дарк Сира. О, господи, какие никнеймы. Вейдинг, Вейдинг Рэш, играя за Шадоу Филд. Ну, за СФ, короче. И Вэкэн, претенд, претенд, играя за Лешрака. Фух, тяжело читать никнеймы. Ладно, будем учиться читать их. У нас еще хватает времени до Интернешн, будем учиться читать никнеймы. Еще раз повторяю вам. Если я читаю неправильно английские слова, делайте мне замечания в чате. Я читаю чат постоянно в игре. И, само собой, сразу же пауза по стандарту. Ждем Виверн. Ждем, ждем, ждем. Сейчас смотрят эту игру через Дота 2 ТВ 367 человек. Это, в принципе, немного. Почему-то турнир бесплатен. Это вообще непонятно. То есть, если я этот турнир нахожу в списке турниров... А давайте я даже покажу, даже попробую. Хотя нет, уже игра началась. Короче говоря, если я нахожу в списке турниров, там он вроде стоит 53 рубля. Но этот я нашел, опять же, через недавние игры. Я там сделал отбор по игрокам. И вроде подключился бесплатно. Хочу говоря, хер просышь вообще. Ну что ж, начинаем. Гео, гео пишет. Вчера, кстати, тоже была прикольная игра. Реально. Хоть играли ноу-нейва, но они очень сильно порадовали. Они там в чате срались. Это вообще забейте. Там так они срались. Там про папок писали, про мамок. Я залью, еще раз говорю. Вот сейчас эти 2-3 игры пройдут. Я залью вчерашний стрим. Так было гарно. Там инвокер был с рефрешер. Тоже забавно было. А, кстати, который не попадал с анстрайками. Наверное, из 7-9 одно попадание. Но это нормально. Ну, смотрим, что у нас по лайнам. Так, дайте мне свободную камеру. Хватит чудить. Ну, Клокверк. Видите, у него по-любому есть вард. Поставил он сюда вард. Молодец. Все, в харде у нас Клокверк. Ну, Шейки, как я и говорил, скорее всего будет роуминг. То есть, он, наверное, отсюда потом пойдет на мид. На миду у нас будет вайпер. И у нас на изи-лайне. Так, одного не хватает. А, все правильно. Вот на изи-лайне у нас Зевс. Кстати, я делал видос про Зевса. Помните? Отводы сразу трех спавнов. То есть, там какая-то секунда, я уже не помню какая. По-моему, 54 или 53, можете видос найти. То есть, Зевс встает в эту точку и бьет сюда молнией. В итоге, делай сразу три отвода с одной молнией. Шикарно. Ну, вот у нас... Блин, сейчас, секундочку, телефончик звонит. Лёль. Скорее всего, уже кто-то пробует звонить мне на телефон киви. Ну, ничего страшного. Все равно, это телефон дополнительный. Я его отключу. Кстати, да, кто хочет поддержать, вы видите, внизу справа, там, можно кинуть мне донатик. Потому что микрофону стоит по 10 тысяч. С воздуха деньги не берутся. Ладно, короче, поехали дальше. Вот, как я и говорил, видите, роуминг шейкер. Все просто идеально. Идеально точно. Вот он ходит, ходит, бродит, бла-бла-бла. Теперь давайте глянем, что у нас по лайнам за КСАВ. Ну, все-таки, вот, как я и говорил, да, трипла. Так, стоят вдвоем. В Харде у нас... Так, кто у нас в Харде? Харде у нас Дарксир и на Меду с ФР. Скорее всего, здесь тоже будет Виверн. Нет, Виверн, роуминг, он вряд ли будет. Он, скорее всего, будет стоять уже с Дарксиром. Все, самое главное сейчас не просрать ФБ. Даже всякие там, ну, Вилаты, которые меня, я, кстати, уважаю. Вилат, там, Каспер, всегда просирают ФБ. Всегда. Первую кровь. Но мы не должны этого себе позволить. То есть, как сделать так, чтобы не просрать ФБ? В первую очередь, надо смотреть на здоровье героя. Мы видим, что у героя резко падает здоровье. Сразу такой кликаем. А, что происходит? А, тихо, тихо, тихо. Так, отнимается ХП. Ладно, ждем. Так, игровая статистика. Общая ценность. Ну, сэфэшка, сэфэшка, сэфэшка. Еще раз повторяю. Вот вы видите, да? Виверн все-таки, да, роуминг, видите, летает по всем лайнам, помогает, дамажит. Еще раз повторяю, что КСВ и Траст встречались 3-4 раза. Точно, я не помню, 3-4. И все разы побеждала команда Траст. Ну, всякое бывает в доте. О, все. Сейчас возьмем руну Инвиза, Изи Бризи. И опять пауза. Ну, что ж ты за мразь. Крипстат просит поставить. Ну, все для вас. Так, убийство, смерть, добито, отнято. 10-4. Вайпер. Вайпер очень интересный герой. Когда-то я говорю, что я даже делал Гайд. Очень давно, в те времена, вайперу никогда не собирали Мекку. В основном его собирали в дамаг, собирали ему в Шадоу Блэйд. Ну, реально, если собрать ему в Шадоу Блэйд, он очень сильный герой. Очень сильный. Сейчас начали собирать ему чисто Мекку постоянно. И здесь, скорее всего, то же самое будет. Так, ну, у Шейкера ничего нет. Сейчас они все бомжи. Просто ждем, ждем, ждем. А, у нас вылетел СФ. То есть по очереди вылетают. Так, ждем. А я пока проверяю, что у нас работает, что не работает. А, все, СФ вернулся, да? Ну, сейчас. Все, продолжаем. Вернулся наш СФ. Дроврэнджер. Давайте быстренько глянем вот по пику. Что я могу сказать по пику? Шейкер, вайпер. Вот, прострали ФБ. Ну, так не честно. Ну, и пауза, а потом ФБ. Как-то некрасиво так вышло. Ну, ладно. Убили у нас Леона. Каким-то образом его убил. Я говорю, вот именно поэтому плохо когда ставят паузы. То есть вообще не успеваешь реагировать. Только сняли паузу, все убили. Вот. Гангует СФшку и... Все, СФ больше нет. Это вот самое печальное, кстати, да? Когда ты стоишь на меду, и тебя постоянно гангует. Постоянно просто. По лицу под лицу. По лицу под лицу. Итоги боя. То есть в итоге СФ не будут развиваться, будут отставать. И так далее. Вот уже мы видим 2-0. Как ни странно. За трасс. Трасс, который постоянно выиграли КСВ. Уже 2-0. У нас СФ с Арканой. 17-5. Кстати, вот выходит на первое место по фарму у нас Лешрак. Тоже никогда не воспринимал его как Кэри. Конечно, бывают исключения, когда он может затащить. Ну, это бред. Не знаю. Мне не нравится Лешрак вроде Кэри. Давайте глянем так. Общая ценность. Наш Лешрак первое место. Кстати, интересно. Фармит, фармит Лешрак. Посмотрим. У него, видите, у него все. Почти все магический урон. То есть, кроме второго скилла. В любом случае. Дров рейнджера убивает. Все, включили ее. Подолха как псина. Привет, ноут вновь прибывшим. Я читаю чат постоянно. Все, убили дров рейнджера. Тоже плохо. Умирает там мейн Кэри. Казалось бы, стоят саппорты. Ну, здесь вообще ничего не сделал. То есть, он никак не помог дров рейнджеру. Знаешь, такой слабенький саппорт. Возвращается обратно дров рейнджер. Заметьте, опять же, Виверн летает по всем онлайнам и гангает. Молодец. Первый скилл. Я помню, что в обновлении 6.84 у нее изменился первый скилл. Но я не помню именно как. Но все равно, еще раз говорю, Виверн шикарный герой. Вот кто не играл, поиграйте. Очень интересный герой. Очень много сборок можно. Огромный потенциал. Необычный герой, честно. Ультимейт просто шикарнейший ультимейт. В замесах. То есть, так, там лежит гангает Лешрак. О, все, сплющили Решрака. Он валяется, видите, сдохший. Ну, молодцы. Ганг не умеет. Во, давайте Леона еще убьем. О, давай, почему бы и нет. Или не убьем. Ха-ха, минус 2. Нет, не выживет. Видите, он даже остановился. Так, убили у Зевса внизу. А, смотрите, ну это, в принципе, идут у нас размены. То есть, вверху драки и внизу. 4-3 счет. Молодцы. Кстати, насчет лагов. Напишите, есть ли лаги. Вчера там писал один-два человека про лаги. Я внес изменения. Это немножечко качество сделал поменьше. Чтобы интернет вывозил трафик. Думаю, сейчас должно быть хорошее качество. Сейчас должно быть хорошее качество. Ну, вот уже пошли первый смолк. Вот они идут. Вот они пошли, пошли, пошли на ганг. Идут в леса. Зачем они идут в леса? Наверное, варды ставят. Ну, вот уже, да, скорее всего, варды будут ставить. Вот, варды. Все предсказуемо, видите. Надо уметь читать доту. Сейчас будут пытаться выйти на мидера в виде СФ. Молодцы. А, ну вот она связка. То есть, шейкер делает стан, и Клаккверк спокойно подходит и кидает коги. Использует коги и окружает. Но ганг не удался. Изибризи. Опять же, на первом месте Лешрак. Ну, если сравнивать Лешрака... И Вайпера, да, ну, я думаю, здесь все очевидно, что Вайпер разорвет или Шрака. Ну, само собой, все зависит от раскачки и от фида. Но здесь, по крайней мере, никто никого не фидит. Вот это уже интересно. Это очень интересно. Так, давайте быстро, когда пробежимся по итемам. Сейчас у Шейкера есть Тапок. Это Прогресс. Тапок. У Вайпера, у него есть Аквила. Потом Клаккверк у него Боттл. Скорее всего, будешь собирать сейчас себе ПТ. И убили у нас Дроп Рейнджер. Зачем она сюда пришла, я не знаю. Что ей мешало фармить внизу. Они, скорее всего, обменялись лайнами. Типа она подумала, что она на миду. И стоит Шейкер, главное. Шейкер, у которого есть фиссура, и он не спас. То есть задача Шейкера спасти своего кэрри. Но он почему-то не справляется со своей задачей. У Шейкера же великолепный, очень большой стан. Очень длинный стан, я бы сказал. Смотрите на радиус. Это просто усраться. Ладно. Дальше идем. Так, Вайпер, Вайпер, Вайпер. Я уже сказал. Клаккверка сказал. Зевс. Вот он купил мангу. Не знаю, мне, например, не нравится. Манга как-то нерационально, я считаю. Он стоит 150 монет и восстанавливает 150 маны. Хотя Клэрити стоит 50 и восстанавливает 170. Но разница в том, что манга сразу восстанавливает. Но все равно не честно. Босс, все, есть уже ультимейт. Клаккверка. И сейчас сплючит с эфэ. Все, подокс с эфэ. И, скорее всего, даже может подохнуть. Но может и не подохнуть. Нет, уйдет. Клаккверк уйдет. Все, отлично. Так, смотрим дальше. Зевса мы посмотрели. Дров рейнджер хочет собрать, скорее всего, себе мом. Я уже говорил о вчерашнем видео, что не все понимают, для чего собирает мом мейнкерри. Не только для того, чтобы в замесе врубать мом и получать больше физ урона. Но так же, чтобы фармить в лес соу. То есть, собирает мейнкерри мом, идет в лес и весь лес фармит спокойно. Фармит, фармит, фармит. Все точки. Без каких-либо проблем. Дальше. Виверн, топок. Сапог, сапог, сапог. Так, сейчас, дождите секундочку. Леон, транквилы. А, Дарксир у него. Сауринг. Ну, ему вообще здесь хорошо живется. У СФ ПТ. В принципе, у него все печально. Первое место у нас Лешарак. Потом идет Вайпер. Потом идет СФ. Проседает немножко по ХП. Шейкер. Все. Сейчас все тихо. Вот, вот, вот. Опять. Смотрите, святочка пошла. Пошло говно по трубам. Заюзали смок. Крипстат. Я включил крипстат. Заранее. Вот люблю я. Люблю ганги. Ой, как люблю. Так. Вылетает Клокверк на СФ. СФ сплющили. Поддок СФ. Сейчас пытается убить Клокверка, который превратили в рыбу. Клокверк пока живет. Шейкер ушел на говне. И Клокверк сейчас поддох. Он пытался, чтобы его заденайли. Заденайдили. Денайт. Но у него не получилось. И в это время убили Зевса. Молодец. Зевс пошел с Фидил. У него была, знаете, своя драка. Это забавно, когда разделяются на две части замес. Ну, хорошо, смотрите. 6-6. 6-6. Еще раз говорю, что команды примерно на одном уровне, но трасс немного посильнее. Но все равно КСБ могут выиграть. У нас формат Best of Re. То есть до двух побед. Все хорошо. Так, у Вайпера что у нас? Ну, естественно. Мека, естественно. Так, наглеет, Алдарксир. Наглеет, наглеет. Хорошо. Опасен. Лешрак. У него вообще все отлично. Первое место по крипам. Все хорошо. Итемов вообще не вижу. Ну, собрал он с Анны Аркана. Ну и что? Все, готов убивать? Ладно. Пока он не готов убивать. Виверн. Не, Виверн, конечно... Вот подумать. Виверн, да? Ну, хорошо. Она даже не прокачала 3D скилл. Вот это вот меня вообще немного поразило. Хотя бы на единичку можно было прокачать, чтобы спасти союзника. Вообще нелогично. Так, ну, Виверн, смотрите. Ну, казалось бы, Виверн, она может сейвить союзников, да? Ультанол зев, чтобы просветить. Может сейвить союзник. Особенно у Мата, когда у вас есть кэри. Вопрос. А кого она будет сейвить в своей команде? Кого? А босса на вас сэфэ? То есть Виверн здесь вообще никак не заходит в этой игре. Ладно, был бы там тролль. Да, я согласен. Шикарно. Там тролль дерется, дерется, дерется. Мало хп. Виверн, это... Кидает 3D скилл и все. Емно регенится. Но сейвить сэфэ как-то вообще бессмысленно. Уже по пику, да? Трасс сильнее гораздо. Ну посмотрим, ладно. Тебе сейчас вайпер соберет Мекку. Опять вопрос. Как они будут пробивать вайпера? Ну только если через Леширака. Могу уроном. Там где-то в лед был. Подождите, в лед, в лед. На Дарксира, в лед. Сплющили Дарксира, сплющили. Подвисает видео. У кого еще подвисает? Напишите. Мы колебали. Хватит уже подвисать видео. Значит, будем еще делать качество потом хуже, хуже. И посмотрим, как будет работать. Ну сейчас даже я гляну. Сейчас у нас все устаканится. Ну вот я смотрю. Есть. Да, да. Согласен. Немножечко потери кадров есть. Хорошо. Ладно. Будем заниматься этим вопросом. В любом случае я сделаю так, чтобы вообще работало все идеально. Без лагов. Так, сейчас, секунду. Сейчас глянем. Где он тогда вот так вот? А, я дурак. Все. Ой, все, господи. У меня, короче, в это время работал америкосный стрим этой игры. Все, все, все. Сейчас будет все идеально. Сейчас все, лагать не должно. Все будет идеально. Мне просто стрим работал, когда я проверял игру. Так, начинается у нас замес. Убивают шейкера. Обосали шейкера. Теперь пытались убить Клакверка, но он ушел. Так, у нас на говне лишь рак. Так, все нормально, уходит на базу. Так, смотрю, потеря кадров. Все хорошо, 0%. Ну, вообще, потеря кадров за все время всего лишь 0,78. То есть, это очень мало. Но все равно, я выключил стрим. Америкосный, думаю, будет лучше. И опять смоки. Смок. Смок. Нет, правильно говорится, смок. Извиняюсь. Смок. 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 Вопрос, зачем? Я не знаю, зачем они завязали смок. Смок. Можно, в принципе, глянуть график. Что у нас по графикам. Все по нулям. Так, Дров Рейнджер. Вот они сейчас убили Рошана. Пока у нас косовые бегают с Молки. И Зевс нас направляются в таверну. Убили Зевса. Ну, в принципе, размен такой средники убили Решерака. Плохой размен. Убили Вайпера. Неплохой размен. Неплохой размен. Нормально. Все, давайте быстренько сейчас глянем по общей ценности. Так. О, Вайпер занимает первое место. Ну, вот уже все. Два кэри команды Турас занимают первые места. Это очень плохо для команды Кривстан. Смотрим опять. Добито, отнято. Кривстан. Напишите, лагает сейчас? Или все просто идеально и божественно? Как и придумал Иисус. Так, ладно, смотрим. Что у нас есть? У Шейкера. У Шейкера ничего нету. Здесь Даггером и Арканами даже и не подванивает. У Лайпера есть Мека, но не Туманный, потому что он труп. У Квакверка есть. Вот, Блэд Мэйл. Шикарно, шикарно. Блэд Мэйл. Блэд Мэйл. Ну, в принципе, неплохо. Опять Ганглэк для широка. Ну, смотрите, ну что такое? Это типа Кэрри. Вот, вот, видите, Кэрри. Сплющили его. Ну, просто когда из саппорта делают Кэрри, что еще можно сказать? Ну, я не знаю. Ладно. Так, дальше смотрим. Предметы. Мы остановились на предметах быстренько. Главное не пропустить убийства. А, Сауринг у нас у Зевса есть, да, и Транквил. Кстати, стандартная сборка. То есть покупаете Сауринг, покупаете Транквил. И у вас постоянно идет реген ХП и постоянно есть мана. Стандарт. Также можно, например, на Пуджа сделать. Или Арканы Пуджу купить. Или можно Транквил плюс Сауринг. Ну, просто как вариант. Так, смотрим. Пока все тихо. Как я и говорил до этого, что Дроф Рейнджер будет собирать Мом. Да, здесь все разбежались по разным точкам. Будет все спокойно. Ладно, смотрим дальше. У Виверн тоже Транквил и Сауринг. Команды все Сауринг покупают. Так я понял. И сейчас будет ЗАМЕС. Сейчас будет МЕС. ВОБЕС. ВОБЕС. Опять ЗАЮЗДИЛИ СМОК. Кто, интересно, будет инициировать у КСВ? Маленький вопрос. Ну, давайте посмотрим. Кстати, Дарксир еще ни разу, по-моему, не ультовал, да? Все, спалились. Опа, 3-2-2. Драка. 2-2-8. Ну, ладно. Убили еще Дроф Рейнджер. У нее есть Аегис. Убили Виверн. Убили Дарксира. Убили Вайпера. И... Все, убили СФ, убили Квакверка. Ну, в принципе, неплохо. Что для той, что для той команды. Ооо, сейчас еще убьют. Ооо, смотрите, Дроф Рейнджер. И давай, братья меня. Ооо, еще убили Зевса. Ну, смотрите, 3. Ооо, неплохо, неплохо. Трипл килл сделала лишь Рак. Кэрри. Здорово, это Китай. Интересный вопрос. Я даже, честно говоря, мне стыдно, я не помню, откуда Траст. Во, как раз пауза, спасибо. Или это я поставил паузу? Нет, Траст команда из Таиланда и КСВ Австралия. Это они поставили паузу? Подожди секунду. А, все, все. Просто раньше была такая тема, если смотришь итоги боя, пауза ставится автоматом. Ну что ж, все отлично. Как, чтобы мы не говорили про Леш Рака, смотрите, ну да, я согласен, что он очень сильно дамажит, я согласен. Его проблема была в том, что он просто тонкий, как саппорт. То есть, у него осталась часть саппорта, его тонкость, но у него есть часть от Кэрри, его очень мощный дамаг. Сейчас он сделает рипл кейл, рипл кейл. Это похвально, похвально. Все, сейчас работает все идеально, без единого лага. Забудьте это слово. Кстати, игру смотрят через Дота 2 ТВ 1400 человек, почти 1500. Ну, молодцы. Все хорошо. Лешрак, молодец. Молодец, братюня. 600 голды. Поднял бабуленцы. Так, мы видим, что сейчас в плюсе были траст, ну и просрали свои преимущества, когда сейчас убили их. Ооо, так еще и в гауде разница 4000. Ну ладно, ждем. Сейчас начнется игра. Вот я люблю такие игры, знаете, когда равные идут статы, то есть вроде равная игра. Здесь как бы есть интерес. Ты не понимаешь, а кто выиграет. С другой стороны, когда Дров Рейнджер соберет БКБ, это будет печаль. Когда они все соберут БКБ. Клакверк будет собирать Фореста в себе. Тоже великолепный предмет для Клакверка. Просто обожаю. Один из лучших. Так, смотрим, что у нас здесь по предметам. Пробегаемся опять быстренько. Опять покупает Смок. Молодцы, кстати. Мне нравится, что постоянно гангает, что та команда, что та команда. Лешрак. Так, что же он собирает у нас? Он собирает не Аганим. Может быть, Буллстоун собирает. Должно не Скадя. А может, и Аганим. А, Буллстоун. Правильно, молодец. Все правильно, Буллстоун. Ну, а Аганим, по-моему, у него не работает. У него нет Аганима. А, есть Аганим. Кстати, а что у него за Аганим? Я не помню даже. Не помню, честно. Очень давно я играл за Лешрака. Очень давно. Ладно, поехали. Так, смотрим по Крипстату. Первое место СФ. А что у нас вообще СФ это? СФ, скорее всего, идет БКБ. Что у нас там в Куре есть? Вот тоже никогда не понимал. Вот купил он Огрый Клаб, да? Покупает рецепт. И только потом покупает уже остальную часть. Там, Хаммер. А не наоборот. Как-то немного глупо. Предлагает накрутку стрима. Лёль! Мне не нужна накрутка стрима. Я не такой низкий человек, чтобы что-либо накручивать. Тем более, это видео, в первую очередь, снимается для Ютуба. Уже потом для стрима. Ну что, ждем. Все спалили и убегают. Просто убежали. Ладно. Смотрим по общей ценности. Где у нас? Надо привыкать, кстати, к горячим клавишам. Это Y получается и W. То есть Y, вот, W. Y, W, W. Смотрим. Общая ценность. О, смотрите. Уже три героя. Три героя команды Trust. На первых местах. Молодцы. Все. Сейчас у нас все спокойно. Наверху и внизу все разбежали. Смотрим. Ладно. Шейкер пытается собрать себе на даггер. Как ни странно, у него транквилы. Очень-очень редко я видел шейкера с транквилами. Очень редко. Или ему собирают фрезы, да? Например, чтобы собрать шейкера в кэри. Или арканы. Ну ладно. У вайпера есть Мидас. И у него Меканизм. Мека. Плюс Аква. Дальше смотрим. Клокверк. Молодец. Очень хорошо играет. Блэд Мэйл. Плюс Форстал. У Зевса вообще ничего нету. Бомж. Скорее всего, он даже, наверное, будет Витра собирать. Дрофрэнджер у нас с Момом. И БКБ, как я говорил, да? Против Лешрака она будет собирать БКБ. И посмотрим, что будет в итоге. Биверн у нас все то же самое. Как я и говорил, стандартная сборка. Солринг плюс Транквилы. Чтобы было ХП от Регенина и чтобы всегда была мана. У Леона Форстал. Сейчас столько много Форсталов. Но они, скорее всего, собрали Форсталов против Клокверка, чтобы выталкивать союзников. Дарк Сир у нас тоже Мека. У СФ-шки. Мне вот больше всего интересует СФ и Лешрак, как Мейн Кэри. Сейчас, скорее всего, даже Лешрак может БКБ себе собрать. Ему нужно будет БКБ, в любом случае. И начинает пушить. Лешрак очень жестко пушит и сносит вышки. Прям вообще жестко. Но замеса не будет, да. Они разбежались по разным лайнам. Формят. Здесь идет сплит-пуш. А, ну, хотели сделать размен вышками. А, смотрим дальше. Ну, все у нас. Все. Так, сейчас, секундочку. Да, стримы я планирую каждый день. Не знаю, какие турниры будут. Может быть, будут неймы, как данные. Ну, вы все видите. Убили у нас СФ. Просто разорвали на куски. Может, будут такие популярные команды, как эта. И не уйдет. Вот ваш Лешрак. Поэтому, вот именно поэтому нужен БКБ. Убили Лешрака. Минус три. Убили Дарк Сира. Просто в никуда. Очень глупая ошибка КСВ. Очень глупая ошибка. Сейчас все графики скачнут. А, они уже, смотрите, все, пошли в небо. Каждый день, еще раз говорю, будут стримы у нас. Каждый день. Но сразу говорю, что я не знаю, какие будут команды. Или нонеймы, или неймы, как данные команды. Вот эти хорошие команды. Траст и КСВ. Я считаю, что... Довольно популярные команды. Но они не считаются такими профессиональными командами. Как? Супер профессиональными не считаются. Все. Еще раз смотрим график. Больше 5000. Матерь Божья. Больше 7000. Как я уже говорил ранее. Если набирают больше 10000 голды. То это примерно 60%, даже 70%, что команда выиграет. То есть редко, когда проигрышная команда. Сможет сделать переворот. Но такое бывает. Ну, как редко. 30% это, в принципе, не так уж и редко. Так, Рошана у нас нет. Скоро он, в принципе, может уже появиться у нас. На топе у нас бегает Вайпер. Вайпер. У которого есть Мидас. Кстати, приветствую всех вновь прибывших. На стриме. Я опять же, жду не дождусь, когда придет микрофон. Прямо отсчитываю дни. И просрал. Я просрал убийство Леона. Спасибо за горячие клавиши. Мне надо тоже к ним привыкать. Я говорю, не использую никогда горячие клавиши. Все отлично. Ну, здесь, в принципе, уже, конечно, многое понятно. Я уже говорил, еще раз повторяю, что Траст до этого во всех встречах побеждали КСАВ. Поэтому здесь, я был уверен в победе Траст, ну, может быть, даже 80%, даже 90%. Ну, сильнее. Просто сильнее. Когда в пятером КСАВ стоят в пятером, хотят снести вышку, в итоге просто тупо трое сдохли. Ну, что это за бред вообще? Куром насмерть, честно. Так, где? Добито, отнято. Да, уже, в принципе, надо ставить общую ценность. Здесь уже ничего не меняется. Как были вот на первых трех местах, так и остались. Ну, давай, СФ, собери что-нибудь интересное. Вот появился БКБ, то есть уже будут интересные. Интересные замесы будут. У Дрофрэнджера есть МОМ и БКБ. Вот сейчас самое интересное начинается, вот именно в это время. Жалко, что СФ не пошел через ветра. Мне, например, очень нравится эта мета. Очень нравится СФ через ветра. Там как плюсы, так и минусы есть. Он все равно так ума-то, когда ты подбрасываешь ветра, становишься прям идеально, прям точечку под ветра и ультушь. Там такой взрыв, так жопу разрывает. Поднимает колокольчик вверх хосту. И все, появился у нас Роша. Роша, Роша, Роша. Еще раз напоминаю, что после этих игр я уже залил два видео. Мне нужно их только оформить и открыть. Открыть доступ. И там будет запись вчерашнего стрима и баг. Баг с вардами. Как можно без КД покупать варды? Хоть десятки, хоть сотни. Все увидите сами. Так, ну что, сейчас все у нас утихомирилось. Вот, наконец-то, мой любимый Смолк. Видимо, будет драка. Драка-рака. Покупая Сэнджи Яша у нас Адрофрэнджер. Смотрите, хотят забрать Рошана. Видимо, сейчас будет много, много крови. Нет? Не будет? Нет, видимо, не будет много крови. Все, решили разбежаться. Ну, а смысл было покупать БКБ, юзать Смок и разбегаться? Ну, чем логика вообще? Ну, ладно. Идут фармить дальше. Нас сплитпушат в это время Зевс. Как ни странно. Зевс сплитпушер. Ультанул Зевс, чтобы просветить. И, видимо, ему... Оооо, какая ошибка! Вот это позор, позор! Дарксир, кстати, хотел сбить ТП. Он может сбивать ТП с помощью своего первого скилла. Это вакуум. Но он не дотянулся, понимаете? Ооо, убивают Рошана у нас. Бедный Рошан. Это второй Рошан. Следующий Рошан уже будет у нас сырный. И Дрофрэнджер забрала Рошан второй раз. В прошлый раз ей вообще не помог Аегис. Никак. Вообще не помог. Просто никак не помог. То есть, ее убили за секунду. И потом второй раз опять убили. Ну, сейчас, конечно, все изменилось. У нее есть БКБ, СНЖ, Яши и 1600 хп. Давайте глянем. Кто-нибудь собрал вообще новый предмет? Ну, давайте пробежимся вообще по предметам. Давно уже не смотрели. Ну, шейкер, да. Я согласен, что даггер это самый лучший предмет для шейкера. То есть, он превращается в инициатор, наконец-то. Так, дальше у нас... О, смотрите, какая заява. Вайпер решил собрать себе Тараску. Тарас Бульбу сделать. Да, хитрец. Отдает вышку. Понимаю, что ничего не сделают. Так, сейчас будет замес. Надо все внимательно посмотреть. Ладно, смотрим дальше предметы. У вайпера все то же самое. Вот, все, Тарас. Ну, ты вообще красавчик. 2600 хп. Вы понимаете меня, да? Эти цифры. Клакверк у нас. Что, тоже БКБ будет собирать, скорее всего? Или Аганим? Под вопросом. Под вопросом. Ну, Клакверк все идеально у него. Зевс бомжует. Опять сделал просвет. Увидел, где стоят вражеские герои. Друг Френзер то же самое. А, Виверн. Вот, новый предмет. Молодец. И что он хочет сделать? И что он прикол? Ну, и что дальше? Ну, хорошо. Танкует. Танкует у нас вайпер, у которого 2600 хп. Убили вайпера, убили Зевса. Ну, смотрите, молодцы. Убили у нас Дарксира, убили Шейкера. Три в один уже. Убили у нас СФ. Клакверк убил СФ. Убивает Рофф Рейнджера у него. У него. У нее. Какой у него? Он уже баба. У нее есть Аегис. Сейчас возродится. Возрождается. На говне здесь убегает у нас Лешрак. Ну, что-то как-то печально. Ну, давай, убивай это говно. Все, убили Виверн. Ну, три в три. Плюс Аегис. В принципе, неплохо. Давайте глянем, в чью пользу. Все-таки это даже было в пользу для КСВ. Ну, само собой, потому что Трасс лидировали. И КСВ получили больше за это голды и опыта. Ладно, не будем засматриваться. Молодцы. Молодцы, в принципе. Хороший был замес. Все ли прожали БКБ? Давайте глянем. Так, прожал. Прожал. Да, все прожали. Как я и говорил правильно, Лешрак купил себе БКБ. Так, а Клакверк? Да, Агоним. Все-таки Агоним. Ну, БКБ ему, конечно, смысла мало. Но хотя бы не помешал бы тоже БКБ. Клакверка же убили сейчас? А, нет. Клакверка не убили. Он выжил. Молодец. Нашему БКБ пока не нужен. Ладно. Хороший у нас замес. Довольно активная игра. Молодцы, парни. Я поздравляю. Даже готов пожать им руку. Здесь у нас руна ДД. И смотрим по крипстату. 200 крипов. 200 утров. Рейнджер, молодец. Ладно. Так, как мне сказали, 5-6. Да? Ф5 это у нас... Нет. Ошибочка. Ф6, Ф7. Да. Смотрим графики. Самое главное смотреть график, когда нету замеса. То есть, когда вот все разбежались, замеса не может быть. Правильно? Смотрим график. Разница уже 15 тысяч. И 12. О, это очень большая. Разница очень большая. То есть, примерно шанс победы команды Траст равен 73%. 73, я посчитал. Ладно. Ждем, ждем, когда будет драка-рака. Ожидаем. Очень интересные команды. Очень интересные. И опять, опять, что у нас намечается. Виверн покупает гем. Кстати, раньше гем практически никогда не покупали. То есть, например, Интернешнл, там, гляньте, второй, первый. Гем покупали только против Финвизеров. А сейчас почти всегда покупают гем против вордов. Ну, это правильно. Правильно они делают, чтобы купить гем и сломать себе ворды врага. То есть, чтобы он был без обзора. Абсолютно правильно. Хотя, гем надо покупать раньше. Гораздо раньше. На 10-й минуте. На 14-й, на 15-й, на 16-й, на 17-й, на 21-й, на 21-й, на 23-й. Ладно, давайте, парни, давайте замес. А Игиса больше нету у Дрофрэнджера. У нас Курьер летает с ТП. Так, вот он гем. Но... Голдрака. Так, немножечко опять начинаются потери. Очень странно. Но я думаю, у вас лагать не будет. Все, ультует Вайпер. А, Зев сделал просвет. Матерь Божья! Что сейчас будет? Ничего не будет. Ладно. Показалось. Ну, чё? Чё вы разбежались? Где драка? Хорошо. Ладно, смотрим еще раз по предметам. Пока у нас все спокойно. Вот, тоже собрал себе Глаймер. Глимор. Глаймер. Как правильно говорить? Напишите в чат. Пишите в чат, не спите. Глимор. По-моему, Глимор. Глимор Кейп. Глимор Кейп. Собрал себе Шейк. Это тоже, кстати, необычная сборка. На него еще ни разу не видел такой предмет. Далее смотрим Вайпера. Ну, почему он собрал себе Тараску? Ну, очевидно, потому что у него Мидас. Все очень просто. Собираете Мидас. Если вы понимаете, что игра дойдет до Лейта. Там, 30-е, минута 40-ая. О, Матерь Божья, что происходит? Повисла Дота. Все нормально. Все живы-здоровы. У Вайпера просто очень много бабла. Бабла. Глимор Кейп. Спасибо большое, друг мой. Спасибо. Я даже запишу. Я все записываю. Записываю блокнот, чтобы потом вылучить. Так, сейчас секундочку. Что, никого не убили? Нормально. Окей, все. Все живы-здоровы. Так. Начинает замес. Ультует СФ. Ну, как-то так слабенько ультанул. Ультанул тоже Виверн. И в никуда. Теперь ультует Квакверк. Смотрите. Минус СФ. Минус Квакверк. Минус Дарксир. Вайпера даже и не били. Молодец. Молодец. Шейкер не дал Лешраку уйти. Лешрак подох. Лагая, кстати, не у меня. Заметь, это лагая Дота. В итоге у нас размен 3 в 1. Молодцы. Вот я бы на месте трасс уже давно пошел бы сносить базу. Чего у меня Сисяндрус? Ну, реально. Давайте сносите. Я быстрее игры сниму. Давайте. Что вам сделает Виверну, у которого ульты нет. У нее довольно большой КД. И Леон. Да ни хрена ли вообще не сделает. У него тоже ульты нет. Ни хрена ли вообще не сделает. О, Вайпер, смотрите. Молодец. Вайпер сыграл на 5 с плюсом. Честно. Вы посмотрите, какие у него итемы. Вы просто посмотрите. Скорее всего, он сейчас будет собирать себе Кирасу. Молодец. Да ему срать. Да срать он хотел. А если бы он еще БКБ собрал? Так, все. Парни снесли лайн. Можно идти домой. Давайте, уходите. Кинули Вайперу и Инвист. Ах, смысла нет. У них есть гем. Вайперы убили. Нету Вайпера. Ну, в принципе, посрать. Вайпер мало потерял. Все хорошо. Нету одного лайна. Это очень хорошо. Смотрим опять графики. Нажимаю F6. Видите, я очень быстро нажал. Уже больше 15 тысяч разница. По гауде и по золоту все у нас стабильно идет. По общей ценности. У нас первое место занимает. Дров Рейнджер. Кстати, а что у нее есть? О, смотрите. Видите, как быстро начали появляться предметы уже дорогие. То есть, в последний раз смотрели, у нее был БКБ там и МОМ. Теперь у нее уже Скади. О, я могу продать МОМ. А, нет, нельзя. Ладно. Было бы забавно. Продал бы сейчас я МОМ. Это было бы так смешно. Ладно, смотрим быстренько предметы. Ничего не изменилось. Вайпер у нас валяется дохлый. Мы видели, как его убили. Аганим появился около Кверка. У Зевса будут новые предметы. Лотус Орб. Это что-то подлаги, по-моему. Нет? Нет, нормально. Лотус Орб. Против кого ты его собрал? Он работает против точных ударов. Ну, против Моуни сработает, а, лишь рака. Ладно. Сработает против Виверн. Кстати, интересно. Виверн ультанет на Зевса. Кстати, я не видел ни разу, если Виверн ультует, а в Лотус Орб. Надо будет глянуть. Мне интересно, что будет. Ну, скорее всего, просто будет ульта. В ответку и все. Ничего интересного, наверное, не будет. Ну, ладно. Все, убили у нас Квак Кверка. Вот он валяется. Леон тоже ультует в Лотус. И убивает сам себя. Убивает Леона. Один в один. Так, где-то поймали у нас. Нет, нормально убегает. Пытались поймать Дарк Сира. Вайпер ультанул. Но Дарк Сир сделал. Ускорение просто нереальное. Убивает у нас Дарк Сира. Изи Бризи. От Артизи. И все. Вот ошибка вчера команда играла. Соф против Нави КЗ. То, что они не сносили, когда у них был шанс. Вот сейчас от Раз они не сносят. Но идите вы с насранными и снесите его. Все замесы выигрываете. Почему не можете снести? Ладно, все, у нас пауза. Смотрят игру на Дота 2 ТВ уже 2400. Человек. 2400 человек. 2400. И я пока проверяю. Написал, короче, гол стрим. Парень, ну, ВКонтакте парень пишет. Гол. Я как раз пропустил тот пробный стрим. А, пробный стрим. Мне показалось, что он игру пропустил. Ну ладно, все. Все нормально. Так. Ну что ж, опять ожидаем. У нас Виверн вылетает уже в третий, четвертый раз. Это нормально. Мы даже можем заценить чей-нибудь профиль. А почему бы и нет. Вот и глянем, сколько у него. 200 побед есть? Может, у него 100 побед? Ну нет. Слеганца больше, чем 100. У него не 100 побед. У него 3990 побед в секунду. Не, ну, смотрите. Профиль, в принципе, довольно хороший. Посмотрите на это. 4000 побед. Уровень 400. Ну, у него, видишь, значит, был один аккаунт. У меня-то их было много. У меня тоже в итоге будет около, ну... Если суммировать все мои уровни с разных аккаунтов, то у меня будет примерно 300 уровень с чем-то. Но все равно молодец парень. Молодец. Так, давайте-ка еще глянем. Шейкер. Эй, шейкер. Так, где, кстати, не пишется. А, он скрыл профиль. Да, ах ты, санина. Понятно, зассал. Зассал. О, это вообще позор. Позор, долл, ты, понятно. Давайте глянем сейчас. А, клакверка. Да что они все скрывают-то, господи Иисусе. 0,5. Спорим, у него скрыт профиль? Нет. А, ну у него, да, победы скрыты. Тоже старый аккаунт, вы видите. Купленный Интернешнл. 15-й, 14-й, 13-й. Так, ну покажите нам хоть один аккаунт. Нет, тоже скрыт. Ну, что вы делаете-то? Во, Ливер, давай. 1700, а побед, 181-й уровень. Лучший герой СФ. Так, а он играет сейчас за Виверн. Так, сейчас, секундочку. Там что-то пишут в чат, но я не знаю, какой смысл этого писать. Ну ладно, пускай пишут. У меня все равно этого чата не будет на записи. Ну, можете писать, ладно. 343. Что у нас здесь? Давай показывай. 1600 побед, 300. 300-й уровень. Мне больше всего нравятся вот эти вот фигнюшки. Купленные билеты. Так красиво выглядит. Прям вообще шикарно. Сразу видно, что профессионал играет. Смотрел кучу турниров и так далее. А пока у нас пауза, смотрим. Я думаю, вам всем интересно посмотреть на профиль. А вот, когда комментаторы другие, да, там, типа Вилат, Каспер, они никогда не показывают профиль. Вообще ни разу не видел. Мне кажется, зря. Мне бы было интересно посмотреть. Ну вот. Ну вот, теперь мы видим, что там самый большой парень у него... А, кстати, смотрите. Здесь 2000 побед и уровень 450. А у того уровень 390 и 4000 побед. Тогда по логике, скорее всего, у этого или он использовал себе бонусные баллы, чтобы поднимать уровень, когда они были доступны, или у него очень много проигрышей. То есть примерно там, ну, тысячи 3-4 проигрышей. И 2000 побед. Ну, это вряд ли, конечно. Не, вряд ли. Ладно, все, поехали. Так, смотрим. Смотрим опять за игрой. Я предлагаю уже им заканчивать игру. Нет смысла затягивать. Пока смотрели профиль, я уже вообще забыл, что здесь происходило в игре. Появился у нас Рошан. Кстати, все разы Рошану забирали Траст команда. Теперь у нас будет Рошан с сыром. Она соло забирает. Тоже причина, почему Друфа Рейнджер хорошо... Ну, как хорошо. Почему ей нормально идет МОМ. Она потом может соло забирать Рошана через МОМ. Так, все. А, уже КСВ стоят на базе. Ну, это бессмысленно абсолютно. Просто сносите их. О, сыр. Вайпер сыр. У которого 2600 хп. Ну, это еще не сильно много, но нормально. И Кираса, да? Почти. А, Кираса, да. Ну, все. Все, давайте, парни, реально Траст. Давайте, заканчивайте. Все есть. Аегис и есть. Кираса сейчас прилетит, я уверен. Ладно, все, пробегаемся быстренько опять по предметам. У Шейкера появился Форст Тафф. Форст Тафф, Форст Тафф. У Вайпера мы сейчас посмотрели его. Клакверк ничего нового. Тоже себе что-то собирает. Может быть, он будет собирать его. Я не думаю, что он будет Кирасу еще одну собирать. О, смотрите, да? У нас Друф Рейнджер купила Сатаник. Сатаник. Ну, это все. Это уже пошел тяжелый лейт. Это безвариантно. Давайте, заканчивайте, реально. Ну, что это такое? Посмотрите на ее предметы. У нее 3500 хп. Больше, чем у Вайпера. 3500. Плюс Аегис и плюс Сатаник. И плюс БКБ. Убивают Зевса. Такая логика. Ну, ладно. Выкупился Зевс. Убили Вайпера. Почти убили. Он заюзал Сыр. Убивают у нас Сэфэ. На него кидает Рейкен. Сэфэ убивает. И убивают у нас Дарксира. Продолжается замес. Выкупился Сэфэ. Убивают Леона. Убивают Лешрака. Ну, все. В итоге все пятеро Траст Шивы. Сделал выкуп один Зевс. У него травела? Нет, он просто быстро прибежал, видимо. Ну, все. Выкупился у нас также Леон. Выкупился Лешрак. Опять убивает Сэфэ. Сэфэ после выкупа. По-моему, после выкупа он. Так. Ну, давайте убивайте дальше. Убивают. Почти убивают. Убили у нас Шейкера. Убили Лешрака. Ну, Вайпер Нареза. Ну, ты, я, как я и говорил, здесь без вариантов. Убивай его. Нет, не убьет. Убили Виверн. Ну, и потеряли Вайпера. Это посрать вообще. А то уже по фану пошли. Ну, все. Молодцы. Пишите ГГ, короче, и все. Заканчиваем. ГГ. 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 И показал выкуп почему-то странно. Ну, ладно. В любом случае, они сейчас несут топ, потому что им никто не может помешать. Не убили Дрофрэйнджер ни разу. Убили Зевса внизу. И убили Клакверка. Да посрать вообще. Посрать. Просто посрать. Убивай. Ломай эту казарму, да и все. Врубай, БКБ. Ну, куда ты пошла, тупица? Давай. Вот, наяривай, наяривай. Изи-бризи. Все, покупают уже у нас все транквилы. Ой, травела. Чтобы сразу выкупаться и попадать в замес. Ну, я не знаю, почему они не пишут ГГ. Ну, что за бред? КСВ. Давай. Не выпендривайтесь. Не выпендривайтесь. Дрофрэйнджер. Ого, га, 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 га. Ну, я считаю, что опять же пику КСВ был полное говно. Просто параша. Полное говнище. Траст молодцы. Просто молодцы. Пикнуть Виверн, когда какой-то один обоссный Кэрик с ФС всего лишь. И в последнем замесе Виверн ультанула на Зевса. Чтобы все били Зевса. Что за бред? Ну, ладно. Ну, что ж, делаем перерыв и ждем следующую игру. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.